ДАТА САЙЕНС ЮЭЙ Сегодня мы на конференции Data Science UA. Разбираемся с этим загадочным направлением и выясняем, что к чему. 27 мая отгремела уже вторая международная конференция Data Science в Украине. Проходила она в два потока – технический и бизнес. Если первый ориентирован на разработчиков, то во втором – бизнес-практики рассказывали, зачем внедрять Data Science, какая может быть монетизация и в чем выгода. В этом году организаторы прислушались к пожеланиям участников прошлого года и усложнили темы докладов. В этот раз только хардкор. Самые сложные задачи, самые сложные темы – все это на высоком уровне рассказывается. То есть, если в прошлый раз это был уровень больше такой джуниор-то-миддл, то сейчас это миддл-то уже такой синьор-уровень. Очень серьезно. В общем, более 500 участников. 14 спикеров из Украины, Польши, России, Израиля и США. Ну, джунам и миддлам явно было что почерпнуть, но пэмам вряд ли. Но для начала давайте разберемся, что это за зверь такой? Data Science. Data Science – это наука о методах анализа данных и извлечении из них ценной информации, знаний. 1974 год, в котором впервые употребили понятие Data Science. 140 тысяч долларов. Столько в среднем в год получают Data Scientist в США? 490 тысяч. Столько специалистов понадобится в одной только Америке к 2018 году по расчетам McKinsey Global Institute. 2012-й. В этом году профессия Data Scientist была признана самой привлекательной. Наука о данных тесно связана с такими областями, как Machine Learning, Congreative Science и, конечно же, технологиями для работы с большими данными. Big Data, как говорит Вики. Мы же спросили у спикеров, как они понимают Data Science. Данные плюс Common Sense, то есть человечность, плюс математика, которые помогают выдавать инсайты и приносить ценности. Мне кажется, это смесь математики, аналитики, языков программирования и логики. С помощью Data Science можно решать вопросы в сфере ритейл, в сфере финтек, в сфере медицины. Data Science — это использование данных, которые у вас есть, и применение научных методов для того, чтобы прийти к пониманию бизнеса, которое повышает некоторые бизнес-процессы. Data Science — это один из последних трендов IT-индустрии, стремительно набирающий обороты. Специалистов этого направления в мире очень мало. Международные компании уже платят сотни тысяч долларов за работу эксперта Data Scientist. Издание Гарвард Бизнес Ревью утверждает, что Data Scientist — самая сексуальная профессия 21 века. Ты тоже хочешь получать десятки тысяч долларов, но не знаешь, с чего стоит начать? Для начала прокачай свои кодерские скилы. Кодиш как бог, но все еще с датой на вы или даже «Да вы гоните?» Тогда лови чит и переходи на новый уровень. Big Data значит много данных. Ты должен быть сфокусирован на данных, которые тебе нужны, иначе ты столкнешься с серьезной проблемой их структурирования и анализа. Ты должен сконцентрироваться на том, что релевантно, как это выбрать, что этими данными можно оперировать на практике. И не забывай смотреть под ноги, а то не ровен час, но вернешься на пути к дате, споткнувшись об улыжник нерепрезентативности. Подводные камни при работе с данными будь-якими, это то, что выборка ваша может быть нерепрезентативна. Вот, она может быть упередена, власне, в какой-то определенный век. Сегодня, например, я вспомнила про корпус смс-ок, который мы нашли и захотели выкорсит, но не в репрезентативности одной кроется подвох. Есть еще одна сложность. Хотя DataScience и специфическая наука, бизнесмены нашли способ на ней нехило зарабатывать. Более того, целый поток конференций этому посвятили. Наука и DataScience, они помогают делать бизнес. Являются очень важным драйвером, но не являются самоцелью. Это очень важно, потому что часто стартапы уходят именно в науку ради науки, в разработку ради разработки. Важно сначала делать бизнес-кейс, пытаться его найти, этот бизнес-кейс, проанализировать, а потом уже имплементировать с помощью, в том числе, и DataScience. Бизнес все чаще использует разные IT-фишки для повышения эффективности производства. Но именно с Data работают пока что единицы. А зря. Дело в том, что, несмотря на то, что все компании уникальны, и они решают свои уникальные задачи, но если говорить про DataScience, то он помогает все эти уникальные задачи свести к ограниченному набору задач машинного обучения. Поэтому любая компания, у которых есть данные, которая хочет Brain Value, у которой есть технологии, может применять этот подход. Яркий пример удачного применения Data – прорывной украинский проект Grammarly, который, кстати, недавно на минуточку получил 110 миллионов инвестиций. Это компания, которая даже неграмотным людям поможет писать грамот. Эта программа сейчас самая популярная в Штатах, и, как это ни странно, в Европе и в Африке. Вы пишите письмо, Grammarly проверяет все, ставит вам ошибки, какие были, все это исправляет, может поменять стиль письма. Очень крутой продукт. Например, для выправления помилок, чем Grammarly занимается, так же выкорствует их глубинное навчание. Пробуем, например, перекладать с плохой английской на хорошую английскую. То есть выкорствуем машинный переклад. В общем, это если бы Т9 и Google Translate объединились и эволюционировали. Но вернемся к Data Science UA. Второй частью конференции стала панельная дискуссия о том, какие же существуют тенденции и какие перспективы у Data Science в Украине. Сложно делать прогнозы. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас уровень Data Scientist поднялся настолько, чтобы здесь было в Украине как можно больше продуктовых компаний. Сейчас, к сожалению, это в основном аутсорс. Я за то, чтобы наши ребята делали продуктовые компании, создавали, чтобы R&D-центры были именно здесь, в Украине, в Киеве. Data Science как раз поможет. Что ж, если ты уже начал мечтать о карьере Data Scientist, то Шлума Лахав, главный Data Scientist компании Wix, даст сейчас несколько напутственных советов. Если ты хочешь карьеру разработчиков Data Science, первое, что я хочу сказать, я верю в то, что это будет замечательная карьера, потому что это расширяющаяся отрасль, которая развивается очень быстро. И будущее Data Science выглядит очень привлекательным. Я посоветовал бы найти команду, а не работать в одиночку, потому что как часть команды ты можешь учиться у коллег. Быть частью сильной команды поможет тебе расти, справляться с разными проблемами, поможет тебе учиться на своих ошибках. А ты будешь совершать ошибки. И если ты будешь учиться на своих ошибках и опыте других, то тебя ждет хорошая карьера. Это была конференция Data Science UA. И теперь ты знаешь, что такое большие данные и что с ними нужно делать. Время оценивать ивент. Data Science UA 2017. Организация. 5 из 5. Локация. 5 из 5. Контент. 5 из 5. Цена. 4 из 5. Вердикт Take It Easy. 4,5 из 5.